Рок-н-ролл жив и будет жить. Под таким девизом в Самарской филармонии выступила кавер-группа «Стиляги Бэнд». Яркие рубашки, клетчатые пиджаки и старые песни на новый лад. Чем еще порадовали зрители «Стиляги» из Москвы, расскажет Владимир Маркин. Они дают эпохе 60-х годов новое дыхание. В репертуаре кавер-группы «Стиляги Бэнд» — советские и зарубежные хиты в современном исполнении. Их яркие образы и костюмы по-настоящему живо отражают молодежное движение прошлого столетия. За 8 лет творческого пути группа успела покорить главные сцены страны — в Кремлевском дворце, Академии наук и концертном зале «Россия». Ну а главный настрой «Стиляг» остается неизменным. Для нас это образы, это эмоции. Понимаете, в принципе, жить какими-то серыми красками — это все не про нас. И в принципе, это не про людей. Нужна просто смелость, чтобы одеться, улыбнуться, даже на самом деле улыбнуться. Потому что многие, особенно в нашей стране, немножко так хмуро улыбаются меньше. Мы стараемся это немножко как-то исправить. Мы себя нашли в этом. Нам в этом комфортно, и мне кажется, мы делаем мир немножечко ярче. С первых минут концерта «Стиляги Бэнд» заряжают зал песни «Черный кот» группы «Браво». И вот тут даже самые стойкие, буквально по щелчку пальцев, пускаются в пляс. В общем, с творчеством «Стиляг» знакомо. Концерт, в общем, очень потрясающий. Даже мы, сидя на месте, просто танцуем с подругами. Нам очень нравится все. Помимо песен, группа открыла для себя новую страницу творчества. «Стиляги» снялись в сериале «Игрок», где исполнили песни собственного сочинения. Владимир Маркин, Тимур Набиев. Новости губернии.